ПРИВЕТОС АМИГОС В этом выпуске Тундры мы посмотрим на как минимум любопытную советскую машину премиум класса Опытный тяжелый танк СМК, то есть Сергей Миронович Киров В 1937 году КБ Харьковского завода паровозов получил задание на проектировку нового танка прорыва всего на свете На базе уже знакомого нам по видео о вундервафлях танка Т-35 Планировалось, что на танке будет 3 башни, 3 пушки и аж 8 пулеметов Но дальше 6 эскизов дело не пошло, поскольку завод был все-таки паровозостроительным Все 6 танков должны были работать на дровах и двигаться по рельсам Тогда для ускорения работ к делу подключили легендарный Кировский завод А также завод номер 185 имени кого бы вы думали? Да-да, снова Кирова Который параллельно разрабатывал очень похожую машину под индексом Т-100 Оба завода не стали делать подвеску по типу Т-35 и внесли свои, никому из вас особо, я уверен, неинтересные изменения В итоге после всех согласований и нерфа третьей башни для облегчения веса в январе 1939 года началось изготовление танков в металле А уже в конце апреля СМК начал ездить по заводу На последовавших за заводской обкаткой полигонных испытаниях СМК вспахал гуслями 1700 километров С началом советско-финской войны СМК, как и Т-100, были направлены на фронт для испытаний в боевой обстановке Первый бой с их участием прошел 17 декабря 1939 года возле финского укрепрайона Хотинин Но уже на третий день боев, прорвавшись в глубину финских укреплений, двигаясь во главе танковой колонны СМК наехал на фугас под грудой ящиков и в результате подрыва было бездвижен Т-100 встал рядом, прикрыв с собой подбитый СМК Пользуясь этим, экипаж СМК пытался в течение нескольких часов поставить машину на ход Однако сделать это им не удалось и СМК пришлось оставить на нейтральной полосе Экипаж был эвакуирован, но сам танк простоял за линией фронта до конца февраля Наверное, вы думаете, что в результате этих событий Т-100 победил на испытаниях Да нет, конечно, вы не думаете, я думаю, что все в курсе Но я на всякий случай интонации выделю, что нет Победил другой танк, который также все это время находился на тех же испытаниях Был, по сути, уменьшенным вариантом СМК с одной башней И назывался он КВ Но это уже совсем другая история Как я уже сказал, поврежденный СМК простоял в глубине финских позиций до конца февраля 40-го года Осмотреть его удалось только 26 февраля после прорыва главной полосы линии Маннергейма В начале марта 40-го года СМК с помощью шести танков Т-28 отбуксировали на станцию Перкьярви И в разобранном виде отправили на Кировский завод По заданию автобронетанкового управления завод должен был отремонтировать танк И передать его на хранение в подмосковную Кубинку Но по ряду причин ремонт произведен так и не был СМК пролежал на задворках завода до 50-х годов После чего пошел в переплавку Примерно та же участь постигла и Т-100 Что до СМК в игре? Во-первых, танк для своих габаритов неожиданно оказался довольно подвижен То есть когда на него смотришь, ожидаешь динамики как у Мауса На деле же он примерно равен КВ Если говорить о броне, то я бы сказал так Я не встретил ни одного противника, который бы не смог меня пробить Броня корпуса 75 мм плюс кое-какая приведенка Которая местами увеличивает броню до 125 В башнях дела обстоят похуже И именно туда вражеские снаряды и будут прилетать Снаряд в одну башню, снаряд в другую и привет ангар Экипажа в танке много, целых 7 человек Отъехать все разом они имеют крайне низкую вероятность Поэтому танк по меркам тундры считается живучим Если конечно не подорвут БК, который соскладирован под главной башней Еще СМК очень высокий 3 метра 250 сантиметров, если быть точным Так что башня его постоянно будет возвышаться над складками местности С одной стороны можно вести огонь, спрятав большую часть танка С другой в башню будет прилетать и прилетать будет больно Я не скажу, что СМК, будучи премиумным бабловозом, прямо-таки нагибает, как тот же Бибис Но играть на нем лично мне интересно Мне вообще нравятся многобашенки Когда из мелкашки коронный, из основного похоронный Что порождает мелкие тактики, типа если не шотнул из главного орудия Можно выстрелить из мелкого в пушку и все в таком духе Забой на СМК я вывозил от 3 до 5 фрагов, просто катаясь по картам Ну и конечно же, имея неоспоримый факт, что попасть по СМК проще, чем по нему промахнуться Летчики, что называется, тут же избирают его любимой женой И пытаются его, ну вы понимаете А так в общем и целом машина вполне годная, вполне интересная И уж точно веселее Мауса Ну а теперь ваша любимая рубрика Бои Реал Тайм Это переправа через Рейн, это вечер Чертов, вечер Честно, нихрена не видно Ну с другой стороны, хорошо, что карта не открытая Потому что играть на открытой карте Когда у тебя танк размером не то что с сарай И не то что с баню Он размером просто с коттедж двухэтажный Это быть чьей-то любимой женой В смысле вас отлюбят И отлюбят вас довольно быстро Довольно часто этот танк попадает на именно эту карту Я не знаю почему, но так было замечено В принципе это хорошо Я придрочился к этой карте, скажем так Здесь можно очень круто потеряться где-то во дворах Даже на такой здоровой сыроюге И еще у нас тут как-то много КВ Советский ударный кулак, собственно Едет на точку С Да, чувак, а я-то как тебя рад видеть, что тебе надо? Да, ну видно, да, что КВ даже немножко отрывается Хотя нет, вот я ход набрал Ну, примерно схожа динамика у КВ И у нашего двухбашенного товарища Кирова И вот, собственно, доехали мы до передовой Высовываем свою башню Которая возвышается вообще над всем И ни хрена не видно, потому что очень темно У меня, конечно... А, один раз, кстати, редкий случай Танк подорвали артиллерийским огнем Не часто такое бывает По крайней мере У меня И, бам, кто-то обрушил немножко дома Что-то... Никто вперед-то, я смотрю, особенно не едет Никто... Никто туда не хотел... И еще... О, боже! Кто-то меня не пробил Там какой-то либо рахит, либо стреляет Деревянными снарядами Что произошло? Куда попала пуля? А, пуля попала в стык Наверное, не самый лучший Не самый благоприятный исход для нашего неприятия Я не понимаю, куда все стреляют И как они это делают Тут, видимо, у всех тепловизоры, кроме меня Потому что я днем-то здесь... О, еще плюха прилетела Да, деточка Так, откуда там все это летит? Давай по баллистике Нет Не срослось Тут из миномета стрелять надо Причем, видимо, по мне, видимо, из миномета и шмаляют Значит, нет Ну, в принципе, да У меня-то башня торчит Торчит, как Эйфелева башня над Парижем Местные СМК Что там, все мои семеро апостолов живо? Да, пока Опа, вот наш первый кандидат Смотрите Чух ему в башню Похеру Все живы И теперь у нас еще есть коронная маленькая мелкашечка Но, в принципе, мелкашечка у меня заряжена, как видите, карандашами, дыроколами Или как вы хотите называйте Потому что я не верю в ее пробивную силу Я лучше дыроколом кольну и выбью там, не знаю, на очках или еще кого-нибудь Ну, а первый фраг есть Это трудовая победа Это нагиб Это круто И летит уже самолет Угадайте, за кем он летит Как вы думаете? О, 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 о А это-то что здесь делает? Получи из дырокола Получи из основного Живой! Спасибо, что живой! Какого хрена? Где он? Что происходит? Просто он как Бэтмен растворился в дыму Я не вижу его Блять, неужели? А у меня и пулемет этого курсового нету проверить Сейчас прорисуется голубец Никуда Да ладно Черт, у него какое-то защитное заклинание на танке написано Я не понимаю, почему он не умирает И причем все О, помощь уничтожения Ну, спасибо Гавнюк Причем все знают, где я Я думаю, что за мной уже выехали Потому что видели, откуда летят снаряды Давай попробуем высунуть башню УВНа УВНа не на нашей стороне Я кого-то вижу Чух туда Бам туда Нет Плохо Задний ход вообще отсутствует Просто Сука, комбайн Комбайн сенокосный задом едет Вообще никак Быстрее с горки, скатись ты Скатись, скотина Съехал Я вот, когда чуть-чуть высовываюсь Прям чувствую опасность Я чувствую сфинктером Как в мою башню начинают Смотреть бинокли Опа, вон, видите, дерево падает Опа, еще враги тут ездят Как он меня не заметил Потому что я на фоне леса стою Он, наверное, принял меня за сарай По-любасу Слишком у меня танк огромный Он, наверное, подумал Нет, таких не бывает Понаставили свои фонтаны Тут, черт, блин Чертовы бабуськи Давай, родной ты Блин, господи Он вообще не поворачивается Черт, блять Титаник быстрее от айсберга отъезжал И начинает долбосить самолеты Которым даже ответить-то нечем Так, где тут? В бинокле чуть-чуть посветлее В бинокле хоть что-то видно Черт, а ведь я в каком-то видео говорил Что тундре надо делать Ночные бои Потому что, ну, графен, движок Реализм Нахрен Не надо Больше не надо Я ничего не вижу Я, сука, Паниковский Нет, Паниковский Был зряч Я как Стиви Вандер, блять На ощупь я довижу Что вот там кто-то стреляет И еще я надеюсь Что меня не срубят Первым попаданием Хотя шансы такие есть Боеукладка в танке Смотрите, она обширно расставлена Чистоколом по кругу Опа И башни Долго поворачивают Ой А это что такое стоит? Это наша, что ли? А, это наша А что это Я в симуляторный бой зашел, походу, да? Че, блять, происходит? Сука, меня бумзумят, блять Очень нагло и дерзко бумзумят Блять, еще бумзумят Но я говорил Я говорил, да Что самолеты избирают СМК Своей любимой женой Постоянно Все, они задрочат сейчас Ты никуда от них тут не денешься Смотрите, вот еще заход На кого, вы думаете, он сейчас зайдет? Третий самолет Они, наверное, на связи сидят В лесу, что ли, потеряться от них? Ну, тут лес-то, ёпта-ёпта А, пулеметчик погиб Ну, пулеметчик сзади Когда сзади на башне пулемет Это Это очень беспонтовый пулемет, я вам скажу А, черт Я понял Я в настройках Отключил маркеры Я не вижу, кто наши, кто не наши Я отключил, чтобы с реплея запись сделать Потому что Тундра в интерфейс вообще не может Я не нашел, как в настройках отключать интерфейс в повторах Потому что Тундра, это, как все, наверное, знают Игра с очень хорошей графикой И с очень херовым интерфейсом Интерфейсу Я не знаю, просто, блядь, в летающей тарелке проще разобраться, наверное, чем В интерфейсе Тундры И я плутаю в темноте Я просто вообще ничего не понимаю Я ни черта не вижу в этом городе Даже Ладно, хоть фонари горели Но тут, походу, светомаскировка, война Но я по карте вижу, что наши Железные соколы уже клюют их базу Уже она оккупирована, окружена И это победа Очередная победа Советского Союза У них осталось, по сути, вот три самолета И, видимо, и все А нет, еще где-то кто-то О, точку С забирает Все, мы идем к вам Что, у меня пулеметчик, все Да, пулеметчик загрустил Странно На СМК первоначально планировали, как я уже сказал Три башни и три пулемета Так, ну это советский танк В темноте В темноте я почему выстрелил? Я Не знаю, надо монитор посветлее, наверное, делать Просто я стреляю такой Думаю, это Т-34 или нет? В темноте не очень было видно Но такой, типа, ладно Ника нету, думаю, значит враг А потом вспомнил Блин, я же их выключил Черт, я усложнился Ну, батя легких путей не ищет Батя в сложные режимы привык играть Батя хардкорщик Известный Если что, у меня вопрос Я врага какого-нибудь еще встречу до конца игры Или что? Ну, серьезно Всех убили, все, и точку забрали Опять я в этом парке езжу Не знаю, у меня скоро тут, наверное, милиция остановит Документ спросит Черт, что здесь крутишься Подозрительный тип на большущем танке И самолеты, и самолеты И летают Они прям вынуждают меня сесть на зенитку И надрать им в жопу Вот три самолета И еще где-то двое кого-то непонятного Я даже не знаю Осветлить вам при монтаже эту запись Или так оставить Что это? Это КВ Ну, короче, понятно Ночью тундра хороша, но не видно ни шиша И на этом ужасном разочаровании Как говорит Джеремик Кларксон Я заканчиваю Не смею надеяться, что вам понравилось Но в любом случае Что-нибудь жмите Что-нибудь пишите И все такое Субтитры сделал DimaTorzok